Здравствуйте. Добрый день. Я вас вижу, но что-то так плохо туманно у вас. Камера плохая. Нормально меня видно? Вот сейчас получше стало видно. Назовитесь, где вы находитесь? Я в Самарской области, в Тольятти. 29 лет мне. Понятно. У нас все записывается, интернет выставляется. Вы не против? Я знаю. Вы не против? Я слушаю вас. Говорите. Нет, нет. Я работаю в церкви с алтарником и с черцом. У меня такой случай был в 2014 году на праздник Богоявления. Я начал читать молитву и вдруг почувствовал, что у меня с речью хорошо стало. У меня обычно как бы жарикание. Я понял, что это Бог подействовал. Я начал плакать. Меня священник увидел, что я плачу. И говорит, иди в алтарь зайди. Я зашел в алтарь. И как раз начали петь символ веры. Мне так жалко Христа было, что я начал плакать. Это вообще не знаю как. И на меня снизошел Дух Святой. Я почувствовал его внутри себя. И все, кто в алтаре были, они тоже это почувствовали. И потом, когда служба закончилась, священник говорит, ладно, Иван, пока, оставайся здесь. И меня божественная сила как бы к алтарю подвела. И я вот так застыл где-то минут на 20. Вот я вот, у меня все как бы, звуки, вот эти вот людей, у меня, я как бы он лох. Не стал слышать. Вот, а потом стал слышать. Вот я так простоял лет минут 20. И это еле-еле ноги поднял и выжил из алтаря. Подошел к священнику. Священник мне говорит, это Иван, иди спать. Ложись. Домой, иди. Вот, я пошел домой. На следующий день я пришел в церковь, но там никого не было. Я решил этот покаянный канон читать. Начал читать, и смотрю, там люди стали в церковь идти и плакать, что я вот это читаю, покаянный канон, и они плачут. И я почувствовал запах ладана. Хотя это никто не ходил. Я подумал, может, это какое-то божественное проведение, что вот запах ладана пошел от моих молитв. Вот, на третий день ночью, в 4 часа ночи, я встал, мне что-то так захотелось молиться, и я решил пойти в церковь. И я встал около церкви, начал молиться. А было холодно. Но я решил все равно стоять. Святые стояли, и я подумал, я тоже буду стоять, ладно. Но я стоялся, я замерз сильно. Смотрю, женщины подошли к прихожанке. И прихожанка меня отвела домой. Вот, я смотрю, около дома стоит дорогая машина. Обычно около моего дома таких машин не стоит. Я подумал, что это может быть митрополит приехал или еще кто. Вот, я зашел домой. Меня это отец отогрел. Вот, и как мама мне рассказывала, что отец меня отогрел и ушел в больницу. Вот, а я это, ну, остался лежать на кровати. Вот, я лежал на кровати, я закрыл глаза. Потом слышу, звонки в домофон раздаются. Вот, и отец этот, ну, спрашивает, а кто там? В домофоне говорят, это Лариса. Лариса, это прихожанка в храме. Вот, а на самом деле там никого не было. Не Лариса была. Вот, ну, я лежу, лежу, и отец открывает двери, и я слышу, и заходят какие-то люди. И я начинаю им рассказывать, что вот о вас, начинаю рассказывать, что вот Игнатий Лапкин, вот он проповедует, и он как бы очень высок в уровне человек. И еще это Тарфаил Берестов, тоже хороший человек. И вот начал мы объяснять, вот. И я сказал то, что ислам – это ваалова религия. И голос мне ответил, да, ты прав, это правильно ты говоришь. И я еще сказал то, что, ну, мусульмане более соблюдают религию, чем мы. Вот, и голос сказал, да, ты прав. А потом это послышались голоса, свиток привезли. Я подумал, что за свиток, так и не понял. И у меня это, ну, как бы я почувствовал, что у меня это мозг отключился, и я не могу думать ничего. Я испугался так, думаю, что такое это. Я открыл глаза и очутился как бы в нереальном мире каком-то. И мне, как бы, Божий голос это сказал. Там, вот, ну, почему это Вторая мировая война началась? Это потому, что Николая Второго убили. Вот. Потом это было, это показано, ну, как бы, из прошлого, ну, как бы не картина, а вот именно из прошлого Иисус Христос распятый прям. И у него это, в правом боку он, ну, как на иконах прям. Вот. И мне это, ну, этот голос это говорит, ты Бог на меня. Я такое думаю, как так это возможно? Вот. И вот голос мне это говорит, ты Иисус Христос. Ну, ну, тебе никто не будет верить в это. Вот. И потом мне было показано храм Христа Спасителя. И там открыты двери главные. И люди прям ходят и заходят, входят и заходят прям бесконечно. И там нет ни старых, ни маленьких апсек, как одного возраста. И сначала я, ну, как бы, быстрый, ну, это, ну, как бы, обычный, ну, как бы, камера снималась. Вот. А потом ускоренный, как бы, ну, просто людей много. Вот. И мне там еще было сказано, что вот как он устроил мир, что он установил 24 часа в сутки. Вот. А некоторые моменты я не помню. Ну, там была и благодать, и страх, как бы, все вместе, как бы, вот. Вот когда мне сказали, что я Бог там, я прям почувствовал такую благодать, прям такую, прям, вот. И мне еще был показан ад и рай. И ад был показан прям как Исаак Сирин описывает, что это Бог отдаляется от тебя. И тебе прям душа прям мучается от этого. И я где-то пару секунд это почувствовал. И прям, не знаю, прям тяжело так было. Вот. И не дай Бог туда попасть. Вот. А рай мне был показан. Там как бы свет такой вот. Нерукотворный свет. Нет, я в нем, ну, как бы, оказался полностью поглощенным. И мне так было, это хорошо прям, это мне объяснить, прям, словами прям. Вот. И, ну, у меня это мама, это одна дома была, и она это решила позвонить в психиатрию. И, ну, вот, приехали в психиатрию, меня забрали. И, ну, это когда меня привезли в психиатрию, там больные были, вот, они были одержимы, что ли, бедцами, что ли, они прям на меня чуть ли не накидывались. И я это начал от молитвы читать. И из них это как бы, ну, злые духи стали выходить прям. И голос такой, злые духи прям, раз, раз, ну, выходить стали. И голос мне это говорит, это, говори, Аллах Акбар. Я начал говорить, Аллах Акбар, Аллах Акбар, и это пока не заплату. И вдруг это такой трех зверя, видимо, дьявола. И голос мне говорит, сейчас все это пройдет. Я слышу, что дьявол прям, ну, как бы угасает его голос, угасает, угасает. Я приоткрыл глаза и увидел это мужчин как бы в белых одеждах, с бородами. Вот, и у одного из них это было как бы синее свечение от рук. Вот, и мне один там, ну, вот, мужчина говорит, каясь в грехах. Я начал каяться, ну, все грехи свои, как бы, раскаялся. И все, и они ушли. И колокольник звонит, прозвенел, и они ушли. И вот такие у меня вот видения были. Вот, как это можно объяснить? Ну, у вас рядом священник есть. Вы почему его не спрашиваете? Он вам должен объяснить. Ну, это... Священник, он... Он думает, что это просто как бы... Галлюстин... Галлюстинации, это какие-то. Он как бы... Он сначала как бы поверил мне. А потом это... Вот, когда меня забрали в психиатрию, он уже понял, что, может быть, что-то ненормальное у меня. Вот. Ну, вот, до этого у меня все было хорошо. Я как бы работал в церкви, у меня такого не было. Никогда. А вот как только заплакал, вот такие вот вещи. Ну, сами решите. Сами решите. Если вы считаете не молитву, заставляет тебя кричать Аллах Акбар, то кто это такое? Аллах Акбар кричат кто? Убийцы. Ну, сами подумайте. А кто? Он есть, говорит, человекоубийца и лжец. Евангелие Тьяна 8,44. Тут гадать-то ничего не надо. Вот сейчас в Бельгии взорвали Аллах Акбар. В Москве сколько раз было аэродромы, самолеты падают. Аллах Акбар, они всегда кричат. Кто это делает? Тут пояснять-то мне ничего и не надо. Дальше. Он говорит, вы бог. Он еще в Раю пришел, говорит, съешьте, будете как боги. Вы же это помните? В Раю подошел к Еве. Это кто сказал? Христос не сказал, что будете как боги. А говорит, прах ты и в прах возвратишься. Бог показывает, какие мы ничтожные, а другой показывает, какие мы высокие. Как бог, ты Христос. Но это обольщитель. Вы не Христос. Христос один был, Иисус Христос. Тут гадать не надо, откуда это. Вы никому не рассказываете. Видите, вам трудно говорить, и вы так долго время у других отнимаете. Я один раз еще выслушал. С первой минуты было понятно, что это одержимость бесовская. Дьявол просто входит в человека и дальше он делает, что хочет. А какая причина? Это уже у вас на месте надо решать. Смотреть. Какой-то грех или бог попустил, как монах Астагири, у Златоуса описывает в первом томе. Вам не надо в алтарь заходить даже. Никогда больше. Конечно. Зачем же это нужно? Вы, скорее всего, в таком состоянии... В таком состоянии вы причащаться не можете больше. Только уже в смертный час или что-то там решить. Это не я решаю. Это каноны есть. Если человек обдержим этим духом, бесны называется, беснующиеся, его не причащают. Но нельзя, потому что, видите, какое состояние. Это вы сами себя исследуете. Написано, исследуйте себя, верили вы. Ну, а какая вера? У вас одно и то же видение, видение. Что здесь и ни в чем не видно, что это божественно. Какой из вас, чтец, когда говорить не можете, как вас люди там могут слушать? Или вы считаете получше маленькое? Не, я считаю это нормальное. У меня просто иногда это бывает. А почему? Почему бороду бреете-то? Почему? Зачем? Объясните. Я сейчас в больнице, как бы, в стационаре, вот. И мне сказали сбрыть бороду. У меня была борода. Это неправда. При чем тут сбрить? В больнице. Вам операцию рта не делали. Они сказали. Ну, это сатана сказал-то, не они. У меня операция. У меня позвоночник. У меня три грыжи на позвоночнике. Я на стройке был, все раздавлено. Тяжелые работы делал. Ну, и врачи пришли, завтра на стези делать. Вот так вот, чтобы в рот. Тут усы мешают. Я говорю, это не может быть трогать. Я ни одной волосинки вам не дам. Ну, пришел хирург. Да ладно, так сделаем-то. Все сделали, как надо. Только сказали, и все. И мы уже все, и как будто бы нету. Когда уже пришли-то? А до этого бороду брили? И после этого бриете. А зачем это лукавую подстановку-то делать? Бога не боитесь. Бритвы даже в земной Иерусалим Давид не пустил. Давид, псалтырь, который я считаю. Дину у Якова дочь изнасиловали. Она обесчищена была. А безбородие очень обесчищено. Хуже изнасилования. И вы это себя скоблите, делаете. Что вы в сатане-то вход-то даете со всех сторон? Я пришел, лежал. То есть больной, тяжело больной. Он поражает вас, вы лежите. Лежите. Не лежать, надо плакать и молиться. Себя не чувствуете. Они менее у вас окостенения. Все признаки беснования. Все до одного. Полный комплект. И тут толковать не о чем. Болтает. А это, Ильна Тихонович, я могу вас спросить, а почему благодать была вот этого? Я чувствую, что ситана может тоже благодать. Да никакой благодать. Никакой благодать. Он обольщает, запах делает. Это запах дает. Это в житии святого Исааки. Это все описано в житиях святых. Вы еще говорите признаки. Услышали там звонок. Он дает галлюцинацию. Это все дьявол делает. Это все описано. В житии Андрея Юродева, которые люди попадали под это прещение. Все это уже описано. У вас один к одному идет. Ни одного шага божественного нет. Все бесовское. Он на вас нападает, то другое. Он сейчас будет препятствовать, чтобы вы не слушали, что я вам говорю. Он будет запрещать вам. У вас будет ненависть ко мне. Прямо ненависть. Вам будут... Да нет. Нет. У вас обязательно будет это? Обязательно. Нет, вы не можете не говорить. Священник узнает. Он будет против, говорит, настраивать будет. Я знаю, как это. По-другому не может быть. Сатана воюет через священников. Очень сильно на меня нападает. Я знаю, они просто одержимы духом злобы. Это везде одинаково. Они по-другому не могут быть. Почему вам священник это все не сказал? Почему он не запретил вам в алтарь входить? Все, он такой же, как вы? Но если заставляет кричать Аллах, Акбар, что это, неужели непонятно? Почему он не пелит? Слава отцу и сыну и святому духу. Почему он не заставлял? Он как огня боится это. У монахов так вот. В дверь стучит. А этот говорит, считай молитву. И тот, который наружу, считает. Слава отцу и сыну и святому духу. А который хозяин, так говорит. И ныне и пристно, и во веки веков, аминь. Заходи. И вот он к нему стучит. Он говорит, считай молитву. Он и ныне, и пристно, и во веки веков. Ты считай молитву. Ему должен говорить слава отцу и сыну. А у него язык-то не поворачивается. Он сатана. Но он и ныне, и пристно, и во веки веков. И ныне, и пристно. Это же прославление. Это и ныне и пристно. Ныне и всегда пьяный, наркоман. Там что угодно подставлять можно. И во веки веков в аду будете мучиться. И он понял, что тогда сотворил молитву. И на двери у него там такая дыра осталась. Сгинул. Если бы был у вас рядом сильный человек. Знающий слово Божие. В духе святом-то. Но он бы стал молиться. И сатана бы с черным дымом из вас повалил. Как из печи. Как из доменной печи. Это у Паисия такое было с черником. Одно слово там не так сказалось. Сатана вошел. Когда шел с евреем-то. А еврей говорит. Вы Христа-то приняли. Он не Христос. Это так он. А этот юдинок-то такой был лопоухий. Он говорит. Ну может быть так. Он пришел. А Ава с ним даже не разговаривает. Он ходит. Ну Ава, я пришел. Он идет мимо, не глядит. Он. Ну как же так? А кто ты такой? Да, Ава, да я ваш ученик. У меня ученик был, пришел предатель Иуда. Пошел вон отсюда, собака. Да я нет. Как нет? А дорога ты с кем разговаривал-то? Ну, с евреем. И что он тебе говорил? Ну, он говорил, Христос может быть не настоящий был. А ты что сказал? Ну, я что сказал? Ну, ты что ему сказал-то? Ты сказал, может быть так. То есть ты отрекся. Христопродавец. Уйди отсюда. Он плакал, плакал. Ну, давай молиться. Стали молиться. У него рот раскрылся. И оттуда дым повалил черный. Он с дымом вышел, сатана. Ни один этого не видел. Нормальный человек. Так, еще вопросы какие? А почему вот и подъяканы бреются? Отступники? Жаноподобные. Почему они молятся? А подкаблучники. Мирские люди. Баба командует ими, и подъяканы. Все, которые бреются, это блудодейный ересь. Я думаю, семинар не было, и это... Кто бреется, это блудодейный ересь. Это блудники. Духовные развратники. Я вот это... Вы на икону посмотрите. Минар не отступал. На икону посмотрите. Вас как звать? Иван? Да. Ну, вот посмотрите на икону. Христос с бородой. Да. А апостолы с бородами или бритые? Павел. Можно. А пророки Моисея и другие? Иеремия с бородами? Ну, а вы-то на кого похожи? С бородами, да. Вы на кого похожи-то? На Хрущева? Вам зачем это все? Это все мир. Мир. Кто любит мир, в том нет любви очень. Любви-то нету. По-мирски. Кому это угодно. Бабам, бабы. Две мамы в одном доме. Выбрать бритву сегодня же. Начни по-малому. А говорят, что в раю оборот не будет. Это правда? В раю оборот не будут. Да, там будет парикмахерская станет в оборот, наверное, да? Там будут пиво давай пить. Блудить будут. Это агипун сатаны. А как же считаем мы? И видел я в откровении, в царстве небесном, 24 старца. Ну, старца-то не бритую. Старца-то с бородами. Видел Иоанн Богослов. А Иоанн Богослов-то ему было показано. Он с бородой был, с бородой. Его так и рисует. И 24 старца изображают как с бородами. Ну, как с сарса-то узнать? Это сектанты придумывают. Баптисты, разные еретики. Сарсы небесные без бороды. Это небесный Иерусалим. Даже в земной давить не запустил. А то в небесном будут бритые. Ну, что дурью мается-то? Все будут возраст Христов. Говорят, еще 33 года будет там всем. Сколько? 33 года будет там всем. Да, но в 33 года борода уже есть. Это муж совершенный. В 33 года-то. Это не юноша 13-летний. Вы все иконы пройдите, посмотрите, где они бритые. Это ни одного нету. А они уже в царстве небесном таких изображают. Или его еще похоронили, и там сатана залез. Ты побрил его, в рай протолкнул. Ну, что? Серафим Саровский с бородой, Иоанн Кронштадтский с бородой. Иоанн Златоуз, Николыч Водотворец. Все с бородами-то. А которые без бороды, это католичные. Напали на патриарха. Патриархи уже все по-католически. У вас как крестят? Ладошкой мокрой и все? Погружения полного-то нету? Да. Ну, все католично. Православной веры-то нету. Православной церкви вообще уже нету. Одна видимость только. Венцы, когда венчают, над головами держат. Нагого-то не надевают? У нас нет. У нас нет. Еще нету? Одевают. Одевают? Ну, может быть, даже где-то одевают. Значит, венчание есть. У вас оглашенный изъедитель-то не выполняется? Оглашенный изъедитель-то никто не выходит? Нет. Нету. Литургии-то Иоанна Златоуста-то нету. И литургия советских КГБшних ирочекистов, попов. Они все исказили. Сергеянство. Как называют? Никоньяне. Князь Владимир-то такую веру не привозил. А то ее уже такое выхолостили все. Оглашенный изъедитель нету. А раз нету, значит, и литургии верных нету. Кого обманута хотят? Священников ставят до 30 лет? Ну? Ну-ка. Да. Ну, все. Ну, считай правила. 14-15 правила 6-го Вселенского собора. Если раньше времени рукоположили, его извергать надо, говорит. За хвост и в яму. Это каноны, соборы, Вселенские это. А вот у меня это, я книги откупил, это, там правила все есть. Ну, вот это есть, вот ищет. Вселенские соборы там. Ну, еще там написано, написано там, что, в 17 лет ставят священники? Я не помню. Я не помню сейчас. В выхолосте вырезали безбожные попы-то. А где по-настоящему священник истины-то, он все соблюдает. Он все правила эти чтит, потому что там были святые отцы на соборах. Тут говорить больше нечего. У вас больше ничего нету вопросов? Ну, вот раньше еще это были вот это за, как его, скотолорство. Это вообще там чуть ли не лежали до конца жизни причастия. А сейчас такого нету. Сейчас ничего нету. За один аборт 10 лет должна быть отученная. Вот правило Василия Икова II. Сегодня нету никаких эпидемий, ничего не накладывают. Изнатоуз, говорит, гибнет, поп в ад летит. И того, кого причащают. Многие больные, вы потому и больные, причащались в таком бесовском состоянии. Вам не выздороветь никогда. В первую очередь не заходи в алтарь и не причащайся. Это первое. А попы тебя будут тянуть. Они тянут тебя в гроб, в морг, на кладбище. Многие больные немало умирают. Недостойно причащаются. Я вам истину говорю. А вы, говорит, на меня, говорит, Господь, говорит, вы меня поносите. Бес в тебе. Беса нет во мне, говорит. Я считаю отца, а вы меня поносите. Бесчасть эти. Ну все, пока. Давай прощаться. А мне сейчас что делать вообще? Ничего не делать. Как у нас моя мать говорила, подол загореть да бегать. Что делать? Раздел сатана полностью. Нагота и срамота на виду. Первое, что покаяться в этом. Не причащайся ни под каким видом. Пока не освободишься от этого духа. Священники тебя будут толкать. И ты вообще надежды на спасение никакой не будет. В алтарь не заходи. Стой у порога где-то. И там молись. И там можешь плакать, ни с кем не разговаривай. Помолился? Иди домой. Дома считай священное писание. Молись. Колено преклонено молитвы. Вот оружие главное-то у нас. Во. Во. Ты в день делай тысячу земных поклонов. Тысячу. Хотя бы одну тысячу поклонов земных. Из себя начнет эта помаленьку шкура сползать змеи на это. Понятно. Конкретно. Пост. Ничего нету. Растительное масло только в субботу и воскресенье разрешается. Никакой рыбьи речи нет. Только на Благовещение, если не на последней неделе. И, наверное, ешь в день или через день. Объяви пост сам себе. Не пей, не ешь. И оно маленько будет сбегаться как-то. Пост и молитва. Это главное оружие против сатаны. Христос оставил пост и молитва. Так что другого спасения никакого нет. А остальные попытки они вас обольщать только будут. Аллах Акбар кричит. Вот кто делает-то все это? Убийство. Кто убийца? Кто взорвал? Кто убил? В московском метро. Да везде и всюду. Кто самолеты эти взрывает-то? Кто? Аллах Акбар? Они постоянно кричат. Аллах Акбар, Аллах Акбара. Какой? Аллах это не наш бог. Совершенно это не наш бог. А Дмитрий Смирнов сказал, что Аллах Акбару-то можно говорить. Я еще могу тебе сказать. Ну, ваше дело. Это можно говорить, значит, говорите. Пока он вам башку не отрежет. Нет. Я не хочу говорить. Ну, посчитайте. Об этом говорит Данил Сысоев. У него описано. Аллах это не наш бог. Совершенно. Да, это другой бог вообще. Это вообще какая-то сущность другая. Совершенно другая. По описанию, по формам, по всему другая. Нам зачем это нужно? Вы никогда не произносите ни Аллах, нигде не произносите, ни Мухаммад, ни Коран. Не произносите. Не трожьте. Это не наши. Их святыня, пусть они там. Ты говори у нас. Бог, Иисус Христос, святая Троица, святая Троица, святая Библия. Вот эти слова говори постоянно. Святое Евангелие. Вот это надо считать. Считай веру и плачь дома, молись. В храм-то шибко не лезь. А если пришел где-то в стороне, тебя будут они тянуть. Тянуть это, как говорят, преисподнюю. Никого не слушай. Слушай, что тебе Господь говорит. Никаких видений не признавай. Запахи не слушай. Говори, отойди от меня, сатана. Я плюю на тебя. Утром выходишь к дверям и всегда повторяй. Перекрестись, да правильно крест положи. Никуда попало, как патриарх сует куда-то под мышку. Патриарх-то как крестит? Он крестит как безбожник. Путин и тот правильно крестит. Он вообще вот так. Не туда отсует. Вот сюда поверни, где у тебя плечо соединяется. Чтоб прямая была здесь. Ну-ка давай, перекрестись на лоб. На лоб поставь руку. Теперь где у тебя пуп? На пуп здесь вниз. Опускай вниз. Правое, вот для плечо. Прямо к плечу подними. Вот. А теперь точно на левое плечо повыше. Давай. На левое, поднимай. Во. Вот такой крест должен быть. А потом поклонись так, чтобы рука могла пол достать. Это поясной. А земной поклон это голова, руки и колени должны коснуться пола. И таких поклонов делай по тысячам в день. По одной хотя бы. А потом у тебя больше будет получать. Это очень полезно. Вот так. Спасибо. Молись Пресвятой Богородице. Ангелу-Хранителю. Иоанну Христителю. Николу Чудотворцам. Апостолов. Пророков. Святые Небесные Силы. Архистратига Михаила. Проси. Потому что он сатану не изверг. У него сила. Чтобы были ходатаями нашими. Нам это не запрещается. Мученикам мучениц призывай. Святых жен и дев. Прославленных Церковью Вселенскую. Помогите мне, скажи. Я бесноватый. Меня сатана вошел. Помогите, чтобы этого не было. Не приглаживай. Никому не разрешай приглаживать. Тут ясное дело, что сатана тебя мучает. Ты запахи слышишь. Свет видишь. Это они все напутывают. Серафима Роуза на эту тему посчитать можешь. Там хорошо сказано. Ну все пока, да? Да. Да, давайте. Во славу Божию. Да благослови Господь.